всем привет из оклахомы несмотря на карантин моя свекровь решила купить новый дом и вот сегодня вам хотела показать такой небольшой обзор этого дома дом стоит 193 тысячи долларов видите еще все в таком начальном состоянии травы нет вокруг это все нужно делать самим по приезжала куча машин это все ее сыновья часть из них да вон там моя машинка стоит далеке гарса машина сегодня вообще замечательная погодка пойдемте вам покажу как дом выглядит внутри все новое вот первые хозяева будут они так это входим в коридор здесь сразу идет как бы как гостиная у них до living room они называют это пойдемте сначала я вам покажу спален не со спали на вот в той части где такая более жилая зона здесь laundry room сюда можно поставить стиралку сушильную машину также раковину можно здесь установить шкафчики уже идут с домом уже установлены потом из laundry room выходит выход в гараж то есть можно из гаража зайти в дом тоже гараж довольно таки большой сюда я думаю поместятся все необходимые вещи которые ее муж хотел потому что они как раз хотели дом с большим гаражом чтобы он мог в гараже там поставить всякие свои tools инструменты здесь обычно у них гараже тоже во всех домах стоят всякие отопительные приборы да вот эти вот бойлер который греет воду такая вот техническая часть дома обычно стоит тоже в гараже все вот такое вот они сделали обычно вот дома идут у них у американцев а вот мебель почему-то у них коричневая мне такой стиль не нравится эти пол коричневый вот ну им здесь жить поэтому если я выбирала я бы выбирала конечно дом с белой мебелью чтобы цвета были все светлые бескоричневые это мастер беодром это главная спальня из нее выход идет в главную ванную комнату здесь два умывальника ну вы сами все видите зеркало висит это уже все было встроено в дом то есть в америке дома все сдаются уже вот такой вот обязательно должна быть ванна и обязательно должна быть кухня видите гардеробная довольно таки большая то есть спокойно ты заходишь сюда да я думаю что в принципе все вещи можно будет здесь разместить душевая кабина то есть довольно таки большая ванная то есть она из душевой кабиной и с ванной вот мне конечно все нравится что но новое что никто здесь не мылся до тебя это вообще обалденно потому что не знаю мне как-то какое-то отвращение до когда уже кто-то жил в этом доме пользовался до тебя это чисто мое такое мнение вы можете его не разделять но я обожаю новые дома все пахнет новым такое знаете как только-только после ремонта ванна небольшая принципе я бы туда поместилась но высоким людям не очень удобно было бы здесь ковролин на полу и довольно таки хороший высокий ковролин то есть я думаю что зимой холодно не будет вид обалденный не вид нравится потому что очень много зелени потолки здесь также высокие как вы можете видеть именно в этой вот главные спальни что тоже очень хорошо а не во всех домах высокие потолки в спальню обычно в зале и в кухне высокие потолки а в спальнях делают маленькие здесь же в этом доме и вот в этой главной спальне там тоже высокие потолки Тут тоже такой же вид на задний двор, деревья уже порасцветали некоторые, летом, думаю, вообще очень красиво будет, особенно когда они все организуют. Так, дальше идем в гостевую, скажем так, зону, здесь две гостевые спальни, вот одна гостевая спальня, они, конечно же, меньше, чем главная спальня, которая для хозяев дома. И окна, видите, выходят на дорогу, ну, то есть такое, в принципе, все американцы, я вам уже рассказывала, что они в основном закрывают окна. Здесь также есть небольшой, небольшая такая гардеробная, да, но хорошо, что можно в нее тоже зайти, то есть у тебя есть место, чтобы в нее зайти, не просто, знаете, открыл шкаф и на тебя все вещи вываливаются. Вот, и здесь тоже идет, ну, что-то вроде, ну, такой кладовочки, да, вот они называют, я не помню, как они это называют, но туда, сюда они обычно кладут полотенце, постельное белье, и, ну, удобно, знаете, что оно близко к ванной комнате. Здесь еще одна ванная комната, это уже такая гостевая, здесь всего лишь один умывальник, ну, тоже все сделано, уже все встроено, то есть унитаз, ванная. Кстати, вот посмотрите, видите, как американцы делают, ну, скажем так, кафель, обшивку, обшивку вот ванной стен, они не делают на полную стену, как мы это обычно делаем. Они это делают, ну, такое, на уровне вашего роста, а дальше их уже не волнует, попадет туда вода или нет на стены, то есть вот они делают буквально на вот этот вот размер, на эту высоту. Вот еще одна гостевая комната, тоже здесь положен ковролин, обычно во всех спальных комнатах положен ковролин, и здесь уже потолки невысокие, то есть я здесь даже могу дотянуться до люстры, то есть это очень редко, чтобы я могла до чего-то вообще дотянуться, потому что у меня невысокий рост. Вот так же здесь выход идет, окна выходят на дорогу, и точно такая же здесь гардеробная, тоже можно зайти в нее, то есть она довольно-таки вместительная, что тоже большая редкость, я бы так это назвала. Не всегда есть такая возможность, прям вот, чтобы войти в гардеробную, особенно в гостевых маленьких комнатах. Так, дальше здесь уже выход, снова уже выходим на кухню и в ливинг-рум. Вот здесь уже идет вот такая кухонная зона, да, то есть здесь можно там диван и все такое, а вот слева можно поставить стол. Вот специально здесь они такую обычную нишу делают, и стол обычно ставится возле окна, чтобы можно было, не знаю, пить кофе и смотреть на природу или в окно, то есть, да, вот как-то... Ну, это очень частая планировка вот так вот домов у американцев, что кухня, и вот такой вот они делают такой вот аппендикс, отросточек такой, и вот обязательно вот сюда вот ставят стол. Также, смотрите, здесь есть точно такая же кладовочка, они называют это pantry, и в эту кладовочку они обычно кладут все, все такие продукты, которые не надо хранить в холодильнике, то есть могут крупы какие-то сыпучие положить туда, свои запасы, могут там, не знаю, картошку туда положить, то есть что-то вроде нашего балкона, когда мы все складываем на балкон, да, или там, не знаю, в гаражах где-то там, да, в подвалах храним, вот они хранят это вот в таких вот кладовочках на кухне, и во всех домах, во всех, в которых я была, у них есть вот такие вот кладовочки. Здесь место для холодильника, холодильник не шел вместе с кухней, то есть с этим домом, они будут свой привозить, но видите, все остальное, микроволновка, плита, духовой шкаф, все это есть, то есть это все уже встроено, идет стоимость дома. И также обязательно должна быть посудомоечная машинка. Видите, кухня довольно-таки вместительная, вот везде плитка тоже положена. Ну, в принципе, мне все нравится, единственное, что я же говорю, мне не очень нравятся цвета, но тем, кто любит коричневые, я думаю, что очень прикольно. Здесь идет выход на задний двор сразу же из кухни, и заасфальтирована буквально небольшая часть, ну, здесь можно поставить какие-то кресла, барбекю, либо же можно чуть-чуть больше заасфальтировать, и будет у тебя площадка, не знаю, что-то можно другое придумать, да, джакузи поставить, как вот свекровь говорила, что она любит. Так вообще, конечно, красиво, выходишь, да, у тебя сразу такой небольшой лесочек. И до соседей нормальное расстояние до соседей, потому что обычно в домах, в других домах, в которых я была, там очень маленькие вот эти бэк-ярты, это задний двор. Это не очень удобно, так как ты постоянно, ну, знаете, как сказать, слышишь, что происходит в доме у соседей. А здесь хотя бы есть какая-то дистанция до соседнего дома, особенно если вот здесь вот поставить заборчик, отградиться, то, в принципе, место будет. У них собака есть, то есть, как бы, и собаки будут где побегать. Вот так вот, ребят. Вот так вот выглядят дома американцев, которые только-только построились. Это все, что я хотела вам показать на сегодня, ребят. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Я хотела вам пожелать хорошего времени суток, чтобы у вас была такая же солнечная погода, как у нас. И всем хорошего настроения. И встретимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok